Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок и его мать, пострадали в результате страшной аварии на проспекте Победы. По предварительной версии, автомобиль Hyundai Solaris на высокой скорости протаранил едущую впереди китайскую иномарку Gilliam Grant. Автомобили развернуло, один из них подлетел на заборе и остановился практически на крыше другого. Рамиль Шайдулин с места происшествия. Мы только выехали за правки, даже не разогнались, и все, и сразу удар. Истратить только что приобретенное топливо им так и не пришлось. Как такое возможно и все ли живы? Эти вопросы невольно возникали у тех, кто видел фактически стоящие друг на друге автомобили на проспекте Победы. Авария обошлась без жертв. Юрий, пассажир Gilliam Grant, единственный, кто отделался лишь испугом. Как все произошло, на месте сказать не мог, не понял сам. Получается, вот он как-то вбок. Может быть, он хотел перестроиться на большой скорости, как бы не рассчитал расстояние, потому что такой удар не ровный именно в заднюю часть. Сам момент аварии попал в объектив видеорегистратора, едущего сзади автомобиля. На съемке видно, вот, Gilliam выезжает с территории заправки, и спустя секунды на большой скорости сзади в машину врезается Hyundai Solaris. Автомобили развернуло, они пересекли проезжую часть. Gilliam, врезавшись в забор, подлетела, как на трамплине. Передняя часть осталась висеть на ограждении. Задняя частично опустилась на остановившейся снизу Hyundai. В итоге травмы получили четыре человека. Супругу Юрия, сидевшую за рулем, госпитализировали с дисторсией шейного отдела позвоночника и ушибом мягких тканей грудной клетки. В больницу для тщательного обследования забрали и их двухлетнего ребенка. Водитель Hyundai и его пассажирка от госпитализации отказались, так же, как и от разговоров. Да он не разговаривает вообще. Одной из причин аварии, кроме высокой скорости Hyundai, Юрий видит и в тонированных стеклах машины. Возможно, поэтому водитель последний и не сумел соориентироваться на дороге. Хватит ли страховых выплат для восстановления джили, будет понятно после проведения экспертизы. Вполне вероятно, что разницу виновнику аварии придется выплачивать самому. Так же, как и ремонтировать свой автомобиль, ему досталось не меньше. Место происшествия разбитые машины покинуть своим ходом не смогли. Для них пришлось вызывать эвакуатор. Рамин Шайдулин, Офиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.